Всем привет! Сегодня я вам расскажу об идентификаторах в Java, что это такое и какие они могут быть. Идентификаторы это просто название полей, классов или методов. И мы их рассмотрим сегодня. Смотрите, начнем с того, какие они могут быть. У нас может быть идентификатор, он может начинаться со знака подчеркивания, может начинаться со знака доллара, может начинаться с любых букв. И вторым символом, начиная со второго, еще могут быть цифры. То есть мы можем что-то такое написать. Начиная со второго, у нас будет цифра, опять же, знак доллара, знак подчеркивания и так далее. То есть идентификаторы могут быть любые, но мы не можем начинать именно с цифры его. Потому что если цифра, то сразу будет ошибка. По поводу длины. Длина может быть любой. То есть мы можем скопировать это много раз. И у нас будет просто нереальная длина, и тем не менее, это абсолютно рабочий идентификатор. Такой, в принципе, может быть. У нас нет никакого ограничения. То есть главное, чтобы это были цифры, начиная со второго символа, а также знак подчеркивания, доллара или буквы. Но, что самое еще интересное, то, что это могут быть даже русские буквы. К примеру, мне ничто не может помешать написать моя переменная. Вот, и мы будем использовать. Но так лучше делать не надо. Да, это работает, но тем не менее, нужно писать такой код, чтобы программисты в любом конце мира могли как бы использовать, ну, прочитать ваш код. Соответственно, если вы будете писать на русском, его будут понимать только на русском. Но, в общем, так не советуется. Плюс, я очень рекомендую, есть Java конвенции. Это если вы в Google наберете Java Convention. 1997 года документик, такой, тут 20 страничек на английском языке. Прочитать, ознакомиться. Тут описаны основы того, как нужно правильно писать код, о том, как идентификаторы должны быть написаны. Так вот, в соответствии с Java конвенциями, вам необходимо, то есть, писать код. Ваши переменные должны быть в camelCase. Что это значит? camelCase. Это означает, что у нас переменная или имя метода могут состоять из нескольких слов. При этом, каждое новое слово должно начинаться с большой буквы. А, то есть, вот, там, int, там, не знаю, там, какой-нибудь my variable with very long name. Ну, то есть, моя переменная с очень длинным именем. Как-то так. То есть, каждое новое слово должно идти с большой. То же самое касается методов. То есть, может быть, какой-нибудь метод my method with long name, к примеру, да? Ой, да, нам тело надо даже добавить. Это же метод. И, конечно же, вот так вот сделать. То есть, то же самое касается имен методов. Они тоже должны начинаться с маленькой буквы. И каждое новое слово идет с большой буквы. Что касается классов. Классы должны быть именем существительным. То есть, обозначать какой-то объект. Animal, car и так далее. И начинаются всегда с большой буквы. Если состоят из нескольких слов. Там, main class. Каждое новое слово должно быть тоже с большой буквы. Как вы видите. При этом, если мы используем интерфейсы. Об интерфейсах мы с вами еще поговорим. Интерфейсы это должны быть adjectives с английского языка. То есть, как бы прилагательные. Описывающие какое-то поведение. Там, bounceable. Clonable. То есть, что он клонируемый. То есть, какой. Они должны быть описывать, что он делает. Но не глаголом. Именно прилагательным. Clonable. И так далее. Вот. Это что касается имен. Дальше у нас еще помимо того, как мы должны это все описывать. И Java Convention. Есть еще Java Bin Convention. Ну, правила в соответствии с Java Binами. Как мы должны все это описывать. Так вот. Java Bin это какой-то поджи объект. Plain all Java Object. То есть, это какой-то объект, который... Ну, там много принципов на самом деле. То есть, он не должен быть наследуемым. И так далее. То есть, это вот такие самые примитивные Java Объекты. То есть, ну, допустим, какой-нибудь Person. У нашего Person может быть Name. Name. То есть, вот у него имя какое-то есть. Это самый простой объект. Но в соответствии с Java Bin Convention. У него могут быть еще Getter и Setter. Это вот такие вот штуки. Ну, я их сейчас сделаю. Getter и Setter. То есть, сами поля у нас должны быть private. То есть, у нас не должен быть доступа к ним. Но у нас публичные Getter и Setter. То есть, это имена... Это Get плюс имя переменной и Set плюс имя переменной. То есть, если бы у нас переменная там называлась какой-нибудь MyName, то здесь бы, соответственно, у нас было бы там GetMyName. И здесь, соответственно, SetMyName. То есть, вот так как-то это должно работать. В соответствии с Java Convention. Java Bin Convention у нас должны быть Getter и Setter, которые для того, чтобы получить доступ к этой переменной, для того, чтобы поставить туда другую переменную... Ну, поместить какое-то значение в эту переменную. То есть, они будут одноименными. Плюс, вначале мы добавляем Get или Set. Что интересно, если бы у нас, допустим, был private boolean. То есть, какое-то значение, которое может быть true и false. Там, к примеру... Там, не знаю... Mail. Нет. Ну, что-нибудь там... Blonde, к примеру, блондин или нет, да? То тут уже у нас могут быть не просто Getter и Setter. Тут у нас вместо Getter мы можем использовать is. То есть, public boolean is... Ой, boolean is blonde. Видите, мне даже компилятор подсказывает. Ну, и здесь мы, естественно, вернем ему Blonde. Вот. Поэтому, если это boolean, то может быть is. Во всех остальных случаях это должно быть Get и Set. Значения. Вот. Ну... В принципе, наверное, все. То есть, я вам рассказал основы идентификаторов. Как мы их можем называть. Мы их не можем, естественно, называть зарезервированными словами. Типа класс, int, void и так далее. То есть, все эти слова мы просмотрим. Я рассказал о том, как мы их можем обзывать. Как правильно называть методы, имена переменных, имена классов. И... Как правильно писать Getter и Setter. В принципе, вроде как все. Да, на сегодня все. Спасибо за внимание, за терпение. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо. Пока.